Он ничего делать не будет. Поэтому вам спасибо огромное. Мы действительно сделали все, что мы могли. Мы показали в любом случае, что мы против, мы не молчим. Мы делаем все, что от нас зависит. Но, к сожалению, сегодня власть нам в очередной раз. Мы уже два года четко понимали, с кем мы имеем дело. Сегодня нам показали окончательный аккорд принятием этих законов. Вот самое интересное, вот мне непонятно. Да, эти законы касаются валютных заемщиков, но они нас касаются только в первую очередь. Вот с нас начнут, и как мы еще два года назад говорили, закончат всем населением страны. Но, видимо, наши люди реально не понимают, что происходит. Самое обидное, что сегодня перед тем, как они голосовали, тот же Порубий прикрывался опять Майданом, погибшими, новой страной. То есть, ну, та лапша, которую вешают на уши всей стране, уже просто нет слов. То, что мы тут закончили, да, ну, есть у нас оппозиция. Это, насколько я слышала, оппозиционный канал, который тоже закрыл свои двери. И, видимо, им тоже очень дорог Петр Алексеевич, что они боятся против него говорить. То же самое мы сегодня наблюдали под Верховной Радой. Все телеканалы, которые были, показывали все. Показывали митинг про украинскую песню, которую у меня, так как я, сегодня вывели специально, чтобы заглушить, чтобы не было слышно людей. То есть, перетанцевали, все красиво. Ни один канал не сказал, что произошло, ни один канал не осветил ни акцию, ни тех людей, которые приехали. То есть, ну, мы знаем, что до нас стоит запрет, мы знаем, что нас нельзя снимать, показывать. Проблемы нет. Но эту проблему просто почувствует каждый на себе. И очень хочу обратиться к тем заемщикам. Я не хочу уже обращаться ко всей стране. Страна, видимо, поймет, когда с сентября придут квитанции на коммунальные платежи. И когда поймут вообще, что платить нечем, ни милиции, ни кому. Выселять будут дружно всех. Тогда, может, у кого-то включится мозг. Хочу сейчас сказать просто тем, кого это уже коснулось, и они сидят дома. Те заемщики, которые сегодня не сделали ничего для того, чтобы этот закон был, каким-то образом его не проголосовали, донести до каждого депутата, просто что они делают преступление. Просто народные депутаты, которые они рассказывают, что они народные, это люди, ну, продали душу дьяволу. А дьявол у нас любит сладкое. Поэтому передаю привет всем заемщикам, которые сидят дома и чего-то ждут. Частную исполнительную службу, они дождутся в ближайшее время. И очень я хочу посмотреть, чем это все закончится. Спасибо вам огромное. Руки мы в любом случае не опускаем. Мы с завтрашнего дня начинаем мобилизацию. Больше просить у этой власти нечего, да и незачем. Так что все, что это делает, это геноцид. Это реально геноцид всего народа. И, ну, реально, мне кажется, развязка уже действительно близка. Шановные друзья, шановные брати, мы уже два года боремся с вами. Знайомые лица, все, все один одного знают. И не только на фейсбуке, и мы тут все збираемся. Сегодня сталася подия, яка, деколи, может, в кого-то и перевернет. Как ты говоришь, сознание. То краще, что нужно бороться и перемогать. Что сейчас? Каждый мы поедем в регионы и будем знать, с чем мы, с каким противником мы имеем справа. Мы будем готовиться к обороне наших домов, обороне людей, которые пострадали от девальвации национальной валюты. Мы сделали сегодня все, что могли. Так, может, мы, я не знаю, но есть противоположные думки. Сейчас так вышло, что мы пришли сюда, и интерзакритый, там Верховная Рада протянет, сейчас 40.04. Такое тоже может статься. Как бы, понимаете, как бы знали, где впадешь, там бы и посадили в соломку. Но мы все, мы не профессиональные политики, но мы уже и не дилетанты. Мы можем передугадывать действия влады, но мы еще не настолько профессионалы. Но рано или поздно мы не станем. Так сталося, что мы приехали, львовяне приехали сьогодні поездом, и у нас через час уже отправление. Так получилось. И я очень дякую всем вам. Дякую за то, что вы есть, за то, что вы боретеся. Я думаю, я все равно уверен, что, если эта влада жире сама себя. Потому что есть закон прибытия и убитя энергии. Потому что где-то прибудет, где-то убудет. И, по-любому, я закликаю всех не сдаваться, боротися, ни в никаком разе не зневерюватися. Все равно вы знаете, тот, кто попал в шторм и гребет, он, по-любому, выгребает. Кто слушает весла, они тонут. Поэтому дякую вам за все. Рады вас всех увидите. Соратники, вы знаете, сегодняшний день в очередной раз показывает, что, видимо, наш народ пряник не понимает. Нашему народу нужен кнут. Пряник в виде моратория, которого мы добились два года назад, загнав под срачниками то собрание депутатов еще проще. Империи и моратории все раскладывали свои жопы и сидят по домам. Нас тысячи в каждом городе. Людей, которые завтра могут оказаться на улице. Сегодня здесь несколько сотен было под Верховной Радой. Наших людей правит, ничего не учит. Наших людей учит только кнут. Я вас жду уже, когда начнут приходить и выселять. Просто банально. Потому что тогда все организации по областям станут мощными, зубастыми. Но понятно, что начнется с крови. Но, по крайней мере, этой кровью мы просто-напросто смолим вот это все блядство, которое происходит в Верховной Раде и в нашей власти. Молодцы, что сегодня собрались. Я все-таки, я охрипла, я не могу говорить так, чтобы всем слышно, но всегда скажу то, что думаю. Я на днях была в детском саду и был утренник. И вышел мальчик, шести лет, с папочкой. И все на него смотрели и ждали, что он спает или скажет. А он говорит, я буду депутатом. Сегодня депутатом может быть каждый. Я буду пилить бюджет. Я буду делать то, то, то. А другой парень приходит и спросит, а какая освета в тебе должна быть? А это не имеет значения. У нас депутатом сегодня в стране может быть каждый. И вы знаете, ну эту шутку никто с родителей не воспринял. Было вот минутное, тугое молчание. Потому что все поняли, что мы живем сейчас в таком топе, где народные депутаты сегодня это просто не профессионалы. Ноль нравственности, ноль понимания экономики, ноль понимания юриспредекции. Савченко, а скажите, пожалуйста, она разбирается в экономике? Она разбирается в юриспреденции? Что она? И мы шли сегодня, и люди не понимают, какой закон сегодня приняли. 90-е, когда был рэкет. И нас и все знали, что это бандиты незаконно там чего-то отбирают. В 90-х годах той власти и присниться не могло, что настанет время, когда рэкет у законя. Я хочу зараз вернуться до всего населення Украины. Я историю не так хорошо знаю, но... Можна говорить же, так? Сережа, в 19-му році всі розійшлись по домам, так? Так, населення Украины. В 19-му році всі українці розійшлись по домам. И думали, что нас теме де, мы каждый в своей хате залишимся и отсидим. Кожен из нас свою грядочку мае, виросте бурячки, там свинку заколим и выживем. А потом был Голодомор. Так подрошки в украинцах избирали свободу и землю. Сейчас все кром говорят про украинскую мову. Это хорошо, но не будет украинской мови, если у украинцев не будет земли и свободы. Сегодня у нас выбирают слово. Мы, народ Украины, который сегодня еще раз ошукали, сегодня легально ввели бандитов, которые будут выбирать житло и земли у населення. И сегодня народ Украины не имеет ни одного канала, ни одного информационного службы. Все сейчас приватизировано. Можно сказать, что у нас, мы взагалі без права свободу голосу. Народ Украины, не дивіться телесериалы, не дивіться різні программи про світу. Ну, как сказать, думайте о том, какие законы принимает Верховная Рада. Самое большое зло – это комитеты и Верховная Рада. Там принимают законы, на основании которых вас законно будут обирать. Это самая сейчас сильная фишка. Они хотят показать Европе и Америке, что мы страна, соответствующая законам. И поэтому нас будут обирать в соответствии с законами, пока мы все с вами кушаем клубнику и сидим дома возле наших телевизоров. Начнется с нас, валютных позычальників. У меня во дворе живет три семьи, которым я помогаю деньгами, у которых 4 человека детей, у них 10 тысяч долга за квартиру. Соответственно, скоро придут к ним их выселять. У них негде взять денег. Они все работают каждый день, бегают, но им не хватает оплатить коммунальные услуги и подокормить детей. И таких очень много. Что еще самое обидное, то, что происходит, когда нам ставят в пример, там, Россию, Европу, да, в России запрещена коллекторская деятельность. Все эти бандиты, которые были в России, выселяли российских заемщиков, теперь перерегистрировали свои фирмы в Украине и станут официальной, легальной, частной исполнительной службой, которая просто будут уничтожать. Уничтожать – это внутренний геноцид нации. Это просто открытое уничтожение людей. То есть у нас сейчас, если все думают, нас называли рвачами или еще что-то, квартиры брали в Украине, кредиты, брали люди, средний класс, те, кто зарабатывали, большинство из нас заложили свои квартиры для того, чтобы поднимать бизнес, для того, чтобы давать рабочие места. У нас уничтожили бизнес, сейчас уничтожают наши семьи. То есть у нас уже дети знают слово коллектор, банки, и никогда в жизни уже, я знаю точно, поколение, и через одно, и через два валютных заемщиков никогда не поверят банкам, никогда не поверят этой системе. То есть на самом деле, то, что произошло сегодня, нам показали, что мы никто в своей стране, но я еще раз повторю, нам, в отличие от тех, кто там сидит и жирует, уезжать некуда. Нам некуда уезжать. Вы знаете, все прекрасно, что там нас ждут только с деньгами. Без денег нас не ждут ни в одной стране мира. Поэтому мы живем здесь, и мы на этой земле будем жить. Как бы ни хотелось сейчас этим диржемордам, которые реально не понимают. Вы смотрите, что происходит в зале. Сегодня просто приехал президент, и он не ушел, пока не приняли этот закон. И они дружно голосовали. Голосовали по отмашке. И когда я слышу бывшая злочинная Влада, послушайте, Янукович отдыхает. Он младенец по сравнению с тем, что происходит сейчас. Мы на этой земле, и я не понимаю, когда начинают эти люди, прикрываются небесные сотни, они прикрываются тысячами, миллионами убитых людей, которые шли за свою свободу. А мы все сидим дома и ждем, что нас это не коснется. Хочу вас расстроить. Коснется всех и каждого. С нас просто начали. Сегодня было принято два закона, которые узаканивают рэкет, рейдерство, вымогательство, и ввиду сегодняшней ситуации в Украине мародерство. То, что будет происходить сейчас, можно сравнить с отжимым 90-х. Это будет касаться каждого. Это будет касаться не только людей, у которых долги перед банками. Это коснется людей с долгами по коммунальным. С любыми долгами человек окажется просто беззащитен, потому что узаконили бандитов. Сегодня от Верховной Рады народ пришел к телеканалу Интер, чтобы попросить слово. От нас вытертая информация со всех телеканалов. Мы шли от Верховной Рады. Люди приехали сегодня из 18 городов Украины. Пришли, чтобы попросить слово, чтобы обратиться ко всем гражданам Украины, сказать, смотрите, что вас ждет. Смотрите, что вас ждет после принятия этих законов, после того, что нет никакой реакции сегодня. Нам обещали слово. Нас встретили закрытые релеты и во дворе натянули колючую проволоку. Это свобода слова в Украине. Это свобода слова в Украине. Мы объединяемся по регионам, сильные, мощные организации. Мы не позволим отнимать наше имущество. Никакие законы с сегодняшнего дня выполняться не будут. Мы не позволим бандитам, рэкетирам, коллекторам отбирать у людей последнее жилье, за их долги выселять семьи с детьми и пенсионерами. Сегодня происходит в Киеве выселение. Мы прямо сейчас едем туда. И придется выкидывать силой. Силой, потому что полиция только присутствует при этом. И когда мне звонят люди, которые были на Майдане, которые были в меня на консультациях, в Киевраде, и когда звонят ребята, которые воюют в АТО, сейчас они телефонуют меньше, потому что им уже дали право отстреливаться. Мой телефон глушит. Я не могу отправить ни одного смс-проводования. Наверное, думаю, что это какие-то закодованные информации. Ни с Різдвом, ни с Пастой. Я хочу сказать, что свободы слова в Украине сейчас меньше, чем она была раньше. А если по большому раху, то, наверное, 100% может 10. Если наши дети, которые закончили колледжи, университеты, получили дипломы, специалисты и магистры, работают, как мои дети за кордоном, чтобы заработать деньги, и открыть приватную справу, я думаю, таких очень много тут батьков и матерей. Давайте мы напишем, мабуть, какую-то спульную письмовую заяву до Верховної продажной изради. Потому что слово написано будет иметь какую-то действию. То, что сказано устно, на жаль, не пришишь ни до жодної справи. Не знаю, че меня тут сегодня не зловят, не закриют и нас разом с вами, но давайте что-то кроме слова устного сделаем письмово, потому что перед нами закрыли единые двери, в которые мы стукали, и которые нам обещали, что будут открыты.